Итак, друзья, всем привет! Снова выхожу на связь. Не было какого-то такого материала, просто долгое время, чтобы с вами поделить. Сейчас есть несколько интересных вещей, о которых я хотел бы сегодня сказать. И сегодня вновь обратимся к архивным делам. Есть одно очень важное, на мой взгляд, дело. Оно хоть и немножко сложное, эмоциональное, но я бы хотел поговорить сейчас, в этом эфире, не о какой-то эмоциональной стороне, не о моральной, не юридической тем более. То есть это как на ваше уже усмотрение. Я бы хотел поговорить скорее о том, как важно иногда отдавать память тем, кто оказались незаслуженно забыты. И сейчас мы поговорим об этой истории, а в конце я вам скажу свое мнение на этот счет. Это дело номер 142 фонда 416 ОПС-3 Национального исторического архива Грузии. Называется это дело «Рапорт о переселении горцев в Турцию». И оно было записано в 1864 году. Это рапорт временно командующего войсками Кубанской области генерал-лейтенанта Альшевского. Значит, рапорт Альшевского о его императорскому высочеству, главнокомандующему Кавказской армии от 28 ноября 1864 года за номером 1881. А Альшевский это не только был военный, но и он как историк есть. В общем-то, труды его, они опубликованы, есть в сети, есть в издательстве, кажется, было Виктора и Марии Котлерова в Нальчике. В общем, там все, что касается именно черкесской тематики Кавказской войны. Итак, начавшиеся в начале весны 1864 года переселение туземцев в Турцию в больших размерах продолжалось все лето и осень текущего года. То есть уже после окончания войны, 1864 год, продолжается переселение, как он пишет, в больших количествах. Это очень важно понимать, потому что обычно в рапортах идет просчет, так сказать, населения, которое осталось, которое выселилось на период каких-то последних месяцев войны. А вот не учитывается то, что еще были переселения позже. И эти цифры тоже нужно плюсовать. Напомню, это примерно районы современных аулов Хакурина Хабаль. Вот Кашхабальский район, например, и все, что от него западнее, Красногвардейский, вот эти части в основном. Бывший Абадзекский округ. Откуда, начиная с конца сентября, туземцы, успевшие продать имущество и окончательно приготовиться к переселению, начали направляться отдельными партиями к Новороссийскому порту. Имея в виду приказание вашего императорского высочества, переданное мне из Орианды, ну это царский дворец Романовых в Крыму, кажется, в Бахчисарае, если не ошибаюсь. Так, из Орианды. В отзыве полковника Старосельского к генерал-лейтенанту Бабичу от 9 октября 1864 года за номером 105 дозволять отправление из мест жительства туземцев, которые распродали свое имущество и по расчету времени могли прибыть к Новороссийску не позже 1 ноября. Ну, чтобы успеть, значит, когда навигация еще есть по Черному морю парусная. Мною предложено было начальникам туземных округов, не поощряя переселение вверенных им туземцев, дозволить таковое тем, которые окончательно приготовились к отправлению за границу, наблюдая при том, чтобы переселенцы выступали из занимаемых ими мест, земель, не позже 20 октября, так как выступившие после этого времени никак не могли прибыть в Новороссийск к сроку, назначенному для заключения операции по отправлению в 7 году горцев в Турцию, то есть к 1 ноября. Ну, тут логика у него простая, то есть, он, потому что не хотели тратить лишних денег, типа, если они вот, ну, типа, люди поедут, бросив все имущество, не продав его, ну, без денег, без еды, так сказать, их придется же, типа, снабжать же, вот, как сказать, ну, платить, выделять все средства на пропитание, на их как-то, там, лечение и так далее, пока они будут ждать, там, они попадут в любом случае в ненавигационное время, не смогут отплыть, что-то надо будет делать зимой, рассослять и так далее. То есть, логика тут не то, чтобы какая-то моральная, а именно деньги, то есть, там, в других делах они четко описывают, что есть определенные суммы выделены, и нужно быть очень экономными, чтобы, не дай бог, там, лишними не потратить, ни копеечки. Там были расчеты на каждого городца, сколько выделялось денег конкретно на снабжение его, пока он не уплывет. По донесениям начальников округов, Верхнекубанского и Бжедуховского, в сентябре и октябре месяцах из названных округов отправились в Турцию небольшое число семей, собственно, для поклонения гробу Магомета и по своим частным делам. Из Абадзекского же округа, по донесению полковника Абдрахманова, до 20 октября отправилась в Новороссийск с целью переселения в Турцию до 2000 семей или 20 тысяч душ обоего пола. Кстати, хочу заметить, что чаще всего считают именно 1 к 10, то есть, семья — это 10 человек в среднем. То есть, когда говорят «семей», предполагается 10 душ. Реже где-то 7-8, по карачаевцам, если пишут, обычно 5. О чем и донесено им, вашему высочеству, от 23 октября за номером 1041. С задержанной в пути дурным состоянием дорог и затруднительностью переправ от бывшего разлития бассейна реки Кубани, переселенцы успели прибыть к Новороссийску только в первых числах ноября месяца. То, что боялся наш, так сказать, автор письма. Генерал-лейтенант Бабич, получив сведения о направлении к Новороссийскому порту 20 тысяч душ тузенцев, при содействии агента турецкого правительства Гаджи Гасан Эфенди, приготовил для принятия ожидаемых переселенцев до 20 разного рода паровых и парусных судов. На турецких пароходах переселенцы преимущественно беднейшие перевозятся в Кюстенджи, а в Самсун и Трапезунт отправляются только желающие водвориться в Малой Азии. Причем на принятие их в этих портах агентам турецкого правительства выдаются свидетельства. О ходе отправления в Турцию прибывших в Новороссийск 20 тысяч туземцев получены мной от генерала Бабича следующие сведения. 8 ноября на турецком пароходе отправлено 2500 душ, а 12 на два парохода посажены 4000 душ. С 12 ноября посадка пассажиров на суда прекращена по случаю начавшегося дуть Норд-Оста, то есть жесткого холодного северо-восточного ветра, усилившего Гаса впоследствии до такой степени, что находившиеся в бухте суда были вне безопасности. Норд-Ост дул с такой силой, что жители несколько дней не могли топить печей, ходить поодиночке не было никакой возможности. Пароходы держались в бухте под полными парусами, и парусные суда стояли на якоре, не имея возможности выйти в море. Напомню, что пришедшие люди, вот эти беженцы, они находились, ну скажем, в шалашах в это время. Ну, понятно, что они испытывали. Нагруженное до 12 ноября парусное турецкое судно Нусред-Багры, 470 душ переселенцев, и удерживая Мае Норд-Остом, в бухте 17 ноября в 3,5 часа пополудни сорвалось с якорей, и порывом ветра выброшено на берег против здания бывшего Новороссийского госпиталя. Причем самое судно разбилось в щепы. К спасению погибших были приняты энергичные меры, командами, высланными из укрепления частными людьми, спасено 170 душ, остальные 300 погибли, а происшествие этом производится формальное следствие. Из числа 170 душ, спасшихся пассажиров судна Нусред-Багры, 120 душ поступило в Константиновский госпиталь для пользования. Войдя в бедственное положение упомянутых 170 душ, лишившихся всего, принадлежавшего им имущества, мною разрешено генералу-лейтенанту Бабичу выдать им в пособие для приобретения необходимой одежды по 2 рубля на человека из сумм, находящихся в его ведении. Относительно находящихся ныне в Новороссийске, в ожидании отправления в Турцию до 15 тысяч туземцев, мною сделаны следующие распоряжения. Первое. Во избежание крушения судов предписано генералу Бабичу избегать отправления горцев в Турцию на парусных судах и производить отправление их преимущественно на паровых судах, и при том в благоприятное время для морского переезда. Второе. В случае невозможности отправить в Турцию всех находившихся в Новороссийске туземцев, предложены генералу Бабичу озаботиться предоставлением им средств, наивозможно, лучше провести зиму в наших пределах. По донесению генерала Бабича, почти все находящиеся в Новороссийске туземцы устроили балаганы или шалаши, в которых могут провести зиму без больших затруднений. Не успевших же себе устроить временных помещений, я разрешил разместить по станицам Адагумского полка. Третье. Для оказания медицинского пособия заболевающим туземцам назначить постоянного медика и фельдшера. И четвертое. На все время пребывания туземцев в Новороссийске для полицейского надзора, дабы переселенцы не могли бродить по горам и разбойничать, мною усилен гарнизон названного укрепления двумя ротами пехоты и частью конницы из числа находившихся на кордонной линии Адагумского конного полка. Представляя вышеизложенное на благоусмотрение вашего императорского высочества, прошу утверждения, как сделанных мной распоряжений относительно находящихся в Новороссийске туземцев, так и принятие насчет казны, выданного пособия по 2 рубля на человека 170 душам, спавшимся при крушении судна Нусарет-Багрым. Сведения о ходе отправления в Турцию упомянутых выше 15 тысяч туземцев я буду иметь честь представить вашему императорскому высочеству по получению ожидаемых мною донесений от генерала-лейтенанта Бабича. И второй лист, тоже очень важный, даже, наверное, может быть, более важный для нашей истории в этом же деле. Это отзыв за отсутствием командующего войсками Кубанской области генерал-лейтенанта Альшевского начальнику главного штаба Кавказской армии генерал-лейтенанту Карцеву от 9 января 1865 года за номером 20, то есть начало следующего года. Прибывшие в укрепление Константиновское, то есть это Новороссийский порт, туземцы с целью отправления в Турцию вследствие разных неблагоприятных обстоятельств подверглись болезням и значительной смертности. По имеющимся сведениям, из укрепления Константиновского отправлено в Турцию до 100 тысяч туземцев. Переселенцы эти, пребывая к названному пункту, оставались иногда продолжительное время в таборах на северо-восточной стороне Константиновской бухты, где по своему обычаю погребали умерших. Желая знать, как велика была смертность между переселенцами и зарывались ли глубоко в землю трупы умерших, мною собраны были по сему предмету сведения с целью предотвратить могущую быть весною заразу от мелкого закрытия трупов. По поверке генерального штаба капитаном Шульгиным, командированным в Новороссийск для собрания сведений по переселению туземцев в Турцию, оказалось, что на северо-восточной стороне Константиновской бухты, где располагались горские таборы, почти на пятиверстном пространстве разбросаны кладбища, в которых погребено до 1480 трупов. Сведения относительно глубины зарытия трупов отличаются противоречием. По отзыву помощника генерала Бабича по отправлению туземцев в Турцию, подполковника Закружевского и начальника укрепления Константиновского, подполковника Рутецкого, горцы погребали умерших по своему обряду, вырывая ямы глубиною для мужчин до груди, для женщин выше грудей, для детей выше колена. По донесению же начальника штаба Кубанского казачьего войска подполковника Пеленко, основанному на представлении командира Адагумского конного полка, горцы погребали умерших в значительно меньшей глубине против сказанного. Вследствие сего, принимая во внимание важность последствий распространения миазма трупов, неглубоко зарытых в землю, мною предложено наказному атаману Кубанского казачьего войска назначить комиссию из медиков, таможенных чиновников и других лиц, специально знакомых с настоящим делом, вменив он и в обязанность поверить в справедливость показаний подполковников Рутецкого и Закрожевского и составить подробное соображение о том, какие полезно будет принять меры к отвращению могущей развиться с весной заразы. В ожидании же решения комиссии, вследствие представления полковника Пеленко, назначены мною из числа находящихся в гарнизоне укрепления Константиновского две роты 73-го пехотного крымского полка и 10-го пешего батальона на работы для увеличения насыпей над могилами туземцев, ибо, по моему мнению, во всяком случае, лучшее средство предоставить заразу, могущую развиться от мелкого взорвития трупов, будет увеличение насыпей над могилами, не трогая самих трупов. Доводя вышеизложенное до сведения вашего превосходительства, для доклада государю-великому князю присовокупляю, что о заключении комиссии по настоящему предмету я не замедлю сообщить вам особо. На этом заканчивается это письмо. Здесь, конечно, я не буду сейчас говорить о некой такой юридической, тем более уж юридической и какой-то этической составляющей. Тут выводы сможете сделать сами, но мне кажется, было бы разумным и морально правильным поставить вопрос об установлении некого хотя бы маленького мемориала, памятника какого-то, чтобы люди знали о том, что здесь погибали адыги, черкесы, уходившие в Турцию, плывавшие со своей родины. И они были здесь погребены. Ну, кто-то вот оно в этой бухте новороссийской, кто-то был погребен в этой вот полосе, пять верст, это, ну, там, грубо говоря, примерно там около шести-семи километров. То есть это полоса от северной части Новороссийска в сторону Кабардинки. Вот эта дорога уходит, вот эта восточная часть города, и пошла дальше дорога по откусу. Вот там захоронены полторы тысячи человек. И в бухте, да, утонуло там, получается, ну, почти там двести с лишним, двести пятьдесят где-то. И как бы логичным, мне кажется, было бы почтить их память и как-то обозначить в этом месте то, что здесь вот погибли эти люди. Почему это? Понятно, что сложно. Потому что, естественно, местные власти будут со страшной силой противиться таким вещам. Они, конечно же, будут рассказывать про всякую дичь там, все там, раскачивают лодку там, иноагенты, как кто угодно, да, там обзовут всячески. Лишь бы только не обращаться к памяти и не обращаться к диалогу в отношении истории. Но, как говорится, они всегда были и будут такие, ну, наверное, в России. И как бы гражданское общество должно само отвечать за свою память. Поэтому, если у вас есть желание, возможность, достаточно смелость и упорство в том, чтобы добиться того, чтобы такой памятник был, дерзайте. Потому что все, что мы на сегодняшний день знаем, это, скорее всего, были выходцы из шапсугов и натухайцев, и частично бжедугов, которые переселялись в это время в Новороссийске. И получается, что 1480 человек было погребено. Они погибли в период с ноября по январь 1864-1865 годы. А на судне Нусред-Багры турецком погибших было 300 человек, утонувших в Цемесской бухте современной. Тогда это Цуджугская бухта называлась, Новороссийская и так далее. Вот, наверное, все, что я хотел бы на сегодняшний день сказать. Ваше мнение пишите в комментариях, подписывайтесь, делитесь этим видео, ставьте лайки. И до новых встреч. Всем пока.